Добрый день! Пять удивительных вымерших существ, которые не были динозаврами. Галицегения. Житель океанов с шипами на спине. Это существо внешне похоже на червяка, у которого два ряда ходульных ножек, а также шипы на спине. Оно представляет рот беспозвоночных из класса кинусия, и жило оно на дне океана. Первые останки этого странного существа нашли в сланцах Берджерс, Канада, в 1911 году. А потом еще одни останки были найдены в китайском чинчане. Класс кинусия. Возраст первого найденного ископаемого составляет примерно 508 миллионов лет. Это означает, что галицегения попадают в кембрийский период, поворотный момент для всей жизни на Земле, когда сложные формы жизни начали быстро развиваться. Тикталик. Тикталик. Звено связывающей рыбки наземных позвоночных. Наполовину рыба, наполовину четвероногое животное. Эта рыба из позднего дзелона, примерно 380 миллионов лет назад, населяла Арктическую Канаду. Первые останки были найдены в 2004 году на острове Элсмир. Считается, что тикталик является первым существом, у которого появились нужные черты для перехода животных из воды на сушу. Жабры, плавники и чешуя делали тикталик рыбой, а вот гибкая шея, голова и легкие, как у рептилий, позволяли жить на суше. Гигантский шотландский скорпион. Это один из самых крупных скорпионов, когда-либо населявших нашу планету, а также самый большой из ныне известных сухопутных скорпионов. Он был длиной 70 сантиметров и жил на территории нынешней Шотландии примерно 340 миллионов лет назад. По сравнению со своими нынешними предками, у этого скорпиона были большие глаза, а значит, вероятнее всего, что он охотился в дневное время суток. Известно, что скорпионы сбрасывают кожу. Палеонтологами были найдены как остатки кожи, так и окаменелости самого существа. Акула со спиральной зубчатой губой. Это существо населяло землю в каменноугольной и пермской эпохе 290 миллионов лет назад. В 1897 году в Пермской губернии была найдена зубная спираль, а спустя 2 года Карпинский сделал первые записи о гелии Коприоне. Основываясь на строении зубов, Карпинский отнес данное создание акулоподобным палеозойским рыбам. Акулы, населяющие землю сегодня, способны менять свои зубы, но геликорпион сохранял их все. Более старые зубы находились внутри спирали. Ученые считают, что во время охоты геликорпион ловил свою добычу, закрывал свою пасть и прокручивал спираль, дабы измельчить добычу. Древняя маленькая лошадь. Окаменелость этого предка современной лошади изучили ученые, представляющие исследовательский институт Зинкенбергова в Франкфурте, Германии, которые пришли к выводу, что данное существо является предком нынешней лошади. С помощью радиоуглеродного анализа они узнали, что возраст останков составляет примерно 47 миллионов лет. Размер лошади был небольшой, примерно со среднюю собаку. Стоит также отметить, что у древней лошади еще не было копыт. Их заменяло по 4 пальца на передних ногах и по 3 пальца на задних. Всего вам доброго и до свидания.